В главных ролях Стивен Фрай и Юлаури По произведениям Пи Джи Вудхауза Автор сценария Клайв Экстон Режиссер Фердинанд Ферфакс Джейвс, вот ты где Сэр Нет, сиди Добрый день, сэр Ты заметил, который час, Джейвс? Еще нет и половины четвертого, сэр Тебе не кажется странным, что я так рано вернулся после ланча? Я хотел поинтересоваться, не сгорел ли клуб дронс Правда, Джейвс? Должен тебя разочаровать, но нет Я завтракал с барами И он сказал мне, что появилась новая потрясающая песенка Называется «Нагасаки» Слышал? Я слышал о Нагасаки, сэр Это японская префектура, включающая в себя острова Цусима, Ики, Хирадо-Сима и Готуретто Спасибо, Джейвс Песня, в общем-то, об этом и по совету барами Я купил ноты И хочу наиграть ее тебе Стоит ли, сэр? Вы же только что плотно поели Я игнорирую твои колкости, Джейвс Для меня есть сообщение? Только одно, сэр Звонила леди Флоренс Крей, она скоро к вам зайдет Леди Флоренс Крей? Боже мой Так-так-так Хорошо, Джейвс Джейвс, ты еще здесь? Да, сэр Джейвс, на столике около Софы лежала книга «Воспитание силы воли», автор Флоренс Крей, сэр Да, Джейвс Я положил ее возле вашей кровати, сэр Я осмелился пролистать ее и подумал, что она может послужить лекарством от бессонницы Хотите, чтобы я принес ее, сэр? Нет-нет, я ее возьму, Джейвс Я подумал, вдруг она где-то валяется Флоренс дала мне ее Чтобы я совершенствовался Вряд ли это возможно, сэр Да, ну, пока, Джейвс До свидания, сэр Джейвс, ты помнишь, мы были в Стипплбампли в прошлый уикенд? Да, помню, сэр В доме лорда Орплсдона Да, сэр, отца леди Флоренс Крей Да-да, вот именно Ну, в общем, мы помолвлены Я просто хотел тебе сказать С леди Флоренс, не с ее отцом Я хочу первым вас поздравить, сэр Ты не против? Не мне об этом судить, сэр Но не тебе судить, Джейвс Раньше тебя это не останавливало Я рад, что ты так хорошо это воспринял Ну, ладно Фэрлос, if you're on I will spin a yarn That was told to me by Abel Seaman Jones Once he had the blues So he took a cruise Far away from nightclubs and from saxophones Мне что-то не очень нравится, Джейвс Да, сэр Думаю, на этот раз бар не подвел его музыкальный вкус Ладно, допою до конца Так, что у нас здесь? Здесь уже немного получше Да Я знал, что Барми не потерял чутье О, Фуjiyama, you get a mama Then your troubles increase In Sambagoda, she orders soda The earth shakes, milkshakes, ten cents apiece They kissy and huggy nice By Jingo, it's worth the price Back in Nagasaki, where the fellas true to baggy And the women wicky-wacky-woo You just have to act your age Or wind up inside a cage Back in Nagasaki, where the fellas true to baggy And the women wicky-wacky-woo Ну, Джейвс, это уже на что-то похоже Очень энергичная музыка, сэр Да, Джейвс, ты подобрал верное слово Так и хочется вскочить и пробежаться по парку Именно так, сэр Это, наверное, леди Флоренс, сэр Добрый день, леди Флоренс Флоренс Не надо Что-то случилось, дорогая? Это что еще такое? Песня, которую я сегодня купил Значит, отсюда доносились эти ужасные звуки? Ну... Я думала, это молочник Молочник? Когда мы поженимся, ты не будешь петь Но я... Перестань перебивать меня Ты знаешь, что сэр Откин Бассет мой дядя? Сэр Откин? Нет, я этого не знал Он мой дядя И его надо остановить Остановить? Что? Послушай спокойно минуту, Берти Мой дядя, сэр Откин Написал мемуары Воспоминания о долгой жизни Если половина из того, что там написано, правда Его поведение в юности было просто ужасающим Сэр Откин? Не может быть Более уважаемого судьи Берти Там полно историй о состоятельных и влиятельных людях Которые в 90-х годах, живя в Лондоне, вели себя так, как не ведут себя матросы на китобойном судне Но в суде он всегда говорит о развращенности молодежи в наши дни Пишет о том, как его и брата выставили из мюзик-холла в 1893 году Боже, да в 93-м обожали выгонять людей из мюзик-холла Рукопись надо перехватить и уничтожить, пока она не попала к издателям Как ты собираешься это сделать? Я? Я не намерена этого делать Ты сделаешь Я? Можешь считать это испытанием, Бертрам Я не выйду за тебя замуж, если воспоминания будут опубликованы Черт, Флоренсе, старушка Прошу тебя, не называй меня так Хорошо, Флоренс Какая потрясающая девушка Сэр? Леди Флоренс Я даже не знаю, она кого-нибудь тебе напоминает, Джесс? Я не хотел бы говорить об этом, сэр Лити Безлдон Сейчас он уважаемый человек Министр внутренних дел Однажды положил желе в штаны судье на процессе в Харфорде А незадолго до этого случая он Берти О, Боже Привет, Мэйдалин Берти, мне нужно поговорить с тобой Иди сюда Появился на людях в юбке Сделанный из травы И в кивере Гвардейца Эту рукопись надо уничтожить, Берти Ты должен выкрасть ее из сейфа Он в кабинете Минутку Мне не сказали про сейф Я же не седневзломщик Берти Это очень маленький сейф Меня не интересует его размер Почему Гасси не может это сделать? Ты дурачок, Берти Агастас не человек действия В отличие от тебя Ну, знаешь ли Агастас человек науки Что вы здесь делаете? А, Спот Ничего, ничего Вы в Устер, не так ли? Да, я просто... Я вас помню Хорошо Привет, Флоренс Привет, Стифи Что ты здесь делаешь? Меня только что спросил об этом Родрик Спот Отвечу тебе так же Ничего Ты не хочешь выпить, Берти? С удовольствием Совсем неплохо пропустить стаканчик Как Стинкер? Кто? Твой жених У меня нет жениха Если молодой человек Не может попросить руки девушки У ее дяди Он не имеет права Называть себя ее женихом Мне казалось, он это сделал Сделал Но дядя Уотти ему отказал Стинкер не виноват Очевидно, он был недостаточно настойчив Привет, Гасси Я тебя искала Зачем? Чтобы отдать тебе сценарий Привет, Гасси Привет, Берти Я не знал, что ты здесь Ну да Гасси играет Пэка В интермедии Пэк и Майк Для концерта в деревне Я продюсер Правда? А кто играет Майка В этой смеси из глупых шуток? Оутс Оутс? Ты помнишь Констебля Оутса? Еще бы В прошлый раз, когда я был здесь Он меня арестовал Пойдем, папа Что? Сейчас будет гонг Неужели? Да Именно Что значит это? Действие В конце каждой строчки написано Действие Это сокращенно действие Там, где Пэт, должен бить Майка зонтиком Я хочу, чтобы ты запомнил, Гасси Когда ты будешь бить Констебля Оутса за Антон Вложи в это всю свою силу Я хочу, чтобы он свалился со сцены И сильно ушибся Стефани Мы не знакомы, молодой человек? Нет То есть, да Но О, черт Я не успею выпить Шерри Все обедать Берти Берти Что? Что? Сейчас, Берти Сейчас Что значит сейчас? Я не могу просто пойти и... Иди, Берти Что вы здесь делаете? Обедаю Обедаете? Это не столовая Разве? А мне показалось, здесь пахнет пиокой Столовая там Мимо не пройдете Там люди обедают Ясно И даже черные шорты, которые носят мои последователи, символичны Символичны? Разумеется Это значит, что мы недолго будем терпеть политическую пассивность общества А черный цвет означает, что наша промышленность работает настолько неэффективно, что наши поставщики исчерпали все другие цвета и краски На душу, как интересно Оставим мужчин с их портвейном, леди Спасибо, Берти Ты достал ее? Нет, вошел твой отец Он не украл Сделай этот вечером, я знаю, год Я не собираюсь Нужно запомнить Нейсби Я его не знаю Битву при Нейсби Где ты учился? В Итоне Из сейфа мы там не взламывали Битва при Нейсби 1645 год Да? Именно, 1645 Это комбинация цифр А я могу идти, сэр? Да, можешь идти, Дживс Или нет, постой Дживс, мог бы ты сходить вместо меня в кабинет сэра Уолкина? Там сейф такой небольшой Нет, сэр Черт возьми, Дживс Это все, сэр? Ты жестокий человек, Дживс Зато свободный, сэр И хотел бы и дальше пребывать в таком состоянии Спокойной ночи, сэр Сэр Шпай 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 КОНЕЦ Что вы здесь делаете? Как вы смеете спрашивать об этом? Сэр Откин попросил меня достать ему кое-что. С помощью кувалби? Он забыл комбинацию сейфа. Я пойду позову его. Нет. Я знаю комбинацию. Но мы же не хотим. Комбинацию. Сейфа. Это правда, Бустер? Конечно, но я... Я надеюсь, мы договоримся, как мужчина с мужчиной, Бустер. Мы должны договориться. Я-то да, но вам не удастся подняться до этого уровня. Вы говорите такие смешные вещи, Бустер. Я могу называть вас Берти? Нет. Хорошо. Вы пытались украсть рукопись? Рукопись? Нет. Да. Откин написал там обо мне такое, что может испортить мою карьеру в политике. Не так уж просто быть диктатором, Бустер. Тогда почему бы вам все не бросить? Я не могу. Как я могу? Люди в меня верят. Моя мама. Я не намерен стоять тут всю ночь и слушать рассказы о вашей матери. Давайте открывать сейф. Да-да, конечно, Бустер. Вы совершенно правы. Как хорошо, что вы знаете комбинацию. Подвиньте поближе свет, чтобы я видел, что делаю. Так, подождите минуту. Какая же там битва. Битва? Да. Дата битвы – это комбинация сейфа. Трафальгарская. Нет. При Гастингсе. Да, нет. Похоже на Гастингс. Гастингс, Мейсон, Изюм. Я не припоминаю битву при Изюме. Может, это было во время Виноградной войны? Это шутка, Спотт. У меня нет времени на глупые шутки, Вустер. Батерлоу. Нет. Встаньте, Вустер. Что? Отойдите. Хорошо. Время разговоров прошло. Вы уверены? Пожалуйста, не прерывайте меня. Извините. Отойдите. Не начинайте все сначала. Тряпка. Добрый вечер, сэр. Что происходит? Грабители. Вызывайте полицию. Это какая-то галиматья, Берти. Ты только послушай. Точно и наверняка я не знаю, что приключилось с тобой, Майкл. Что за черт? Что значит, что приключилось? Старина Гасси. Людям кажется, что ирландцы так говорят. Стинкер! Берти! Я не знал, что ты здесь. Слышал, вы со Стиффи не очень ладите. Да. Да, я приехал, чтобы уговорить ее. Не знаю, какие тебе придется подыскать аргументы. Это правительство виновата в том, что преступников невозможно контролировать. Я хочу знать, украли мои рукописи или нет. Надо заставить их работать на земле. Вот решение. А не сломай мой сейф. Какой смысл держать сейф, если ты не можешь его открыть? Мы скоро откроем его, сэр Уоткин. Вы уверены, что так достаточно далеко от дома, отлично, сэр? Мой зять работает в каменоломне. Он говорил мне, как это делается. К вам мистер Пинкер, миссис Бинк. Привет, Стиффи. Скажите мистеру Пинкеру, что меня нет дома, Баттерфилд. Пойдем, дорогой. Стиффи! Где спички? Вы не хотите спрятаться, Оудс? Не беспокойтесь за меня, сэр Уоткин. Она не разговаривает со мной, Дживс. Это печально, сэр. Что они хотят от нас? Этот вопрос задают очень часто, сэр. Что это было? Я не знаю, сэр. Она еще здесь. Отличная штука динамит. Не правда ли? Немного обгорела, но только по краю. Я отнесу ее на почту, пока кто-нибудь еще не попытался ее украсть. Спот. Я решительно отказываюсь участвовать в этой дешевой буфонаде. И когда я увижу Стефани, я ей скажу, что нельзя так унижать человеческое достоинство. Привет, вы двое. Как дела? Что это был за грохот? А, это Оудс дурачится. У Гасси есть небольшое замечание по поводу скетча. Правда, Гасси? Я удивлена. Мне казалось, тебе нравится эта роль. Ну, возможно и так, но... Давай посмотрим сценарий. Давай, покажи мне, что тебя смущает. Я подумал, сэр, может, ваша популярность среди деревенских жителей заставит мисс Бинг относиться к вам более благосклонно. Местные жители вообще вспоминают обо мне только по воскресенью. Если вы примете участие в концерте, сэр, и завоюете признание масс, мисс Бинг будет беспомощна перед их восторгом. Отличная идея, Дживс. Я спою спящий в чаще. Хорошая песня, сэр. Многие бас-бретоны спасали с ее помощью свою певческую карьеру. Однако я подумал о более выразительной песне, которая бы подчеркнула вашу мужественность. Охотничья песня, в которой упоминаются поэтичное ясное утро и быстрые взмыленные лошади. Даже если охотничья песня в исполнении Стинкера будет хитом, не представляю, что Стиффи воскликнет «О, Стинкер!» и бросится в его объятия. Может быть и нет, сэр, но он станет более решительным. Хочешь сказать, если он будет иметь успех, то сможет наконец-то посмотреть в глаза сэру Откину, и тот сникнет под его взглядом? Это разумная теория, сэр. Более чем разумная, это первый сорт. Тогда мы должны сделать все, чтобы он имел успех. Что там бывает у этих людей? Сэр? Ну, у оперных певцов, у таких людей. Вы имеете в виду клаку, сэр? Точно, нужно обеспечить ему клаку. Это твоя задача. Дживс, пройдешь по деревне, поговоришь с людьми, угостишь их пивком. Пусть все поймут, что пение Стинкера должно заставить их умирать от восторга. Могу я тебе это доверить? Я немедленно займусь этим, сэр. Могу я тебе это доверить? Где Вустер? Бертрем, ты должен сделать это сейчас. Сделать? Я не могу. Дядя Откин хочет отправить рукопись издателю. Ты должен перехватить ее, пока Баттерфилд не отнес ее на почту. Ну, а... И уничтожить. Все надеются на тебя. КОНЕЦ Берти! Гасси! Знаешь, Стефани иногда говорит очень умные вещи. Да? И она чрезвычайно чувствит Берти. Неужели? А что это у тебя за посылка? Посылка? Да. Ах, это... Нет, это не посылка, Гасси. Нет. То есть, это посылка, но... Ладно, я не могу болтать о посылках, я спешу на репетицию. Ладно, я не могу. Так, вот так. Дживс, разожги огонь. Хорошо, сэр. Сожжем ее. По одной странице, сэр. Господи. Да, может быть, по две. Дживс, это займет целую вечность. Может, сделаем это, когда будем располагать временем, сэр. Дживс, ты прав. Мы потом решим, что с ней делать. Все нормально, Дживс. Главное, не терять равновесие. Ваш пиджак, сэр. А, да, пиджак, да. Наконец-то вы появились. Кто-то должен выполнять свой долг, Митц. Ваш долг явится вовремя на репетицию, констабль Олдс. Начнем со второй страницы. Поднимайтесь на сцену. Гасси, ты начинаешь. Как тебе нравятся твои новые очки, Майк? Эта собака хорошо привезена, мисс Бинк. Не беспокойтесь о собаке. На охоту мы идем, на охоту мы идем, на охоту мы идем, на охоту мы идем. И это все? Нет, это только первый стих. А дальше, на охоту мы идем. Стинкер, я не уверен, что Стиффи клюнет на это. Понимаешь, ты начинаешь, на охоту мы идем, на охоту мы идем, а публика уже ждет главного, сути. А ты опять повторяешь, что ты идешь на охоту. Это будет разочарование. В тебя полетят фрукты. Ты думаешь? Я уверен. Нет, 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 нет. Вы не могли бы изобразить ирландский акцент, Олдс? Мне жаль огорчать тебя, Пэт, но это абсолютный провал. А как сейчас? Да, что такое? Боже, опять прерывают. Привет, Стиффи, мы хотели поговорить с тобой. Вам придется подождать. Все хорошо, Гасси, дорогой. Олдс, повторите эту реплику. Конечно, но в нем нет дырки, через которую можно было бы видеть. Продолжайте. А скажи мне, Майк. Нет, нет, ты пропустил ремарку, Гасси. А зонт ты имеешь в виду? Именно. Хорошо. Что случилось? Этот джентльмен ударил меня по голове зонтом. Не говорите глупостей, Олдс. Это действие. Гасси, дорогой, покажи ему. Еще раз? Постарайся посильнее на этот раз. Он не имеет права арестовывать Бартоломью. Мне пришлось отнять у него руль. Стефани объясняла ему, объясняла, а потом он лежал там, завернутый в занавес. Она бесстрашная девушка. Он не отец, он и болван. Дядя Родрик сыграет намного лучше. Что? Произошла неприятная вещь. Сегодня утром я приготовил рукопись, чтобы отправить ее Риксу и Беллинджеру, издателям. Я положил ее на стол в холле. Но Баттерфилд утверждает, что когда он пришел забирать письма, посылки среди них не было. Я уверен, что посылку украли. Кому было нужно воровать твою рукопись? Берти, когда я встретил тебя в холле, у тебя в руках была посылка. Нет, не было. Нет, была. Ты осел. Да, да. Посылка, говоришь? Да, совершенно верно. Молодец, Гасси. Но она не имеет к этому отношения. Что это была за посылка, Лустер? Ничего особенного. Обычный сверток в коричневой бумаге. Завязан веревкой с сургучной печати. Вот и все. Я намерен обыскать эту комнату, Лустер. Если я найду то, что ищу, разбираться с вами будет констебль Олдс. Послушайте, вы нет. Я знаю, что есть люди, которые хотят помешать ей увидеть свет. Джипс, сэр Уоткин, похоже, считает, что я украл его мемуары. В самом деле, сэр? Скажи ему, что это не так. Этот ящик, кажется, заперт. Я бы не беспокоился из-за него. Он заперт и все такое. Я полагаю, что вы хотите получить ключ, сэр Уоткин. Он был в кармане костюма, в котором вы ходили на репетицию, сэр. Что бы там ни было, я ничего об этом не знаю. Я не знаю, что это, поэтому я не мог... Он пуст. Ты нашел ее, папа? Нет, не нашел. Но кто-то украл ее. Я не успокоюсь, Мэдалин, пока я не найду ее. Я переложил посылку днем, сэр. Подумал, что так будет лучше. Сэр Уоткин рвет и мечет. Она в надежном месте. Разумеется, сэр. Присмотри за рукописью, пока мы не вернемся в Лондон. Хорошо, сэр. Там мы придумаем, как от нее избавиться. Итак, ты сделал это? Конечно. Она уничтожена? Да. Да, полностью. Ты молодец, Берти, молодец. Черт, Флоренс, сегодня такая красивая луна. Луна? Там, ну, знаешь, лунный свет. Не хочешь прогуляться? Нет. В 4 утра начинают кричать петухи, и после этого, черта с 2, я засну. Верно тебе говорю. Разве это не ужасно? Майк, но разве я не сделал все, что мог, Пэт? Правда? Да. Конечно, я сам купил птиц, и теперь я держу их в своем саду, чтобы они не давали ему спать. Никогда больше не делайте этого в фенкноту. Я должен так сделать после каждой шутки. Нет, не должны. Все нормально, дядя Родерик. Он должен это делать по сценарию. По сценарию? Я потом тебе объясню. На сегодня все. Миссис Блэкетт? Да. Стиффи, расставим точки над «и» в делегасе. В делегасе? Хорошо, миссис Блэкетт, начинайте. Ты знаешь, в каком деле Гасси, юная Стиффи. С недавних пор ты превратила Агастаса Финкнотла в игрушку для развлечений. Это надо прекратить. Хорошо, миссис Блэкетт, начинайте. Ты прекрасно знаешь, что если песок забьется в механизм Финкнотл-Бассет, и их роман покатится по инерции, Дарт Рома Уустера ожидает участь хуже, чем смерть. Женитьба. Ты хочешь, чтобы я перестала его очаровать? Освободила Гасси из твоих когтей? Молодец. Я пока не могу. Я хочу, чтобы он сначала кое-что для меня сделал. Стиффи! Ты мог бы стать профессиональным актером, Гасси? Правда? Дело не только в том, что у тебя талант. Ты уверенно чувствуешь себя на сцене. Извините меня, Стефани. О, привет, Стинкер. Все внимание приковано к тебе. Я хотел поговорить с тобой, Стефани. Да, Харлд, что такое? Я хотел бы спеть на концерте. Спеть? Ты? Ну, программа уже готова. Что ты скажешь, Гасси? Ну, я... Хорошо. Мы подумаем об этом позже. Вернемся к тому, о чем мы говорили, Гасси. Я хочу, чтобы ты занялся констеблем Олдсом. Он все еще держит Бартова Мью под замком. Добрый день, мисс. Добрый день. Это все на сегодня. Спасибо. До свидания. Мистер Баллинджер, я подумала, что вы захотите узнать, что рукопись, которого интересовались, нашлась в мемуаре сэра Откина Бассета. Добрый день. Не смейте сегодня бить меня зонтом, Финкнатл. Я должен. Стефани сказала, что я должен. Как талантливо. Леди и джентльмены, я с удовольствием приглашаю вас на ежегодный концерт «Тотли ин Олд». А сейчас для нас сыграет на скрипке Винни... Констебль Олдс. Что вам нужно? Считаю своим долгом предупредить вас, что сегодня вечером на концерте возможны некоторые беспорядки. Беспорядки? Вы должны быть готовы их устранить. КОНЕЦ Спасибо. Спасибо. Ваш пастор будет вам очень признателен, если узнает о том, как вы поддерживали его сегодня вечером. Где мой зонтик? Я вас предупредил. А, вот он. Спасибо, Винни Блэкетт. Прекрасное выступление. А сейчас, леди и джентльмены, ваши любимцы с Изумрудных островов... Пэт и Майк. А, доброе утро, Майк. Как у тебя дела сегодня? Все хорошо, Патрик. Я ищу головной убор, в котором мог бы ездить на своем мотоцикле. Ты не можешь купить головной убор, чтобы ездить на мотоцикле? Думаю, что не могу, Пэт. Ни в одном магазине нет с козырьком сзади. Давай же, Гасси, давай. Хорошо. Это тебя я видел, идущим по улице. Ну, а сейчас, Пэт, мне пора. Я ищу масло для своего мотоцикла. Масло? Разве ты не можешь попросить немного масла в гараже? Нет, Пэт. Это должно быть специальное масло. Оно для заднего фонаря, поэтому должно быть красным. Удари его, Гасси. Удари его. Что? А теперь, леди и джентльмены, наш викарий, преподобный Харалд Пинкер, споет нам охотничью песню. Отличное утро для охоты. По полям и лесам на охоту мы идем. Надевайте носки. Мы идем на лесу. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кажется, он ушел. Берти, ты не мог бы принести мне бренди? Апельсинового сока? Нет, бренди. Полный бокал. Большой бренди для финкнотла. Содовый, Гасси. Ты уверен? Да, уверен. Какая отвратительная дрянь, как купорос. Как люди пьют это для удовольствия. А для чего ты это пьешь? Слышал, что эта штука помогает в тяжелых испытаниях. Испытание уже закончилось, Гасси. Нет, еще нет. Спот охотится за мной, потому что я ударил его зонтом. А еще мне надо проникнуть в полицейский участок и выкрасть собаку. Повтори. Я обещал Стефани, что выкраду ее собаку из коттеджа Отца. Но, Гасси, ты месяц проведешь в тюрьме. Ради Стефани я готов просидеть год. Но меня не поймают. Отц еще смотрит концерт. Ты уверен? Я сам его видел. Но все равно... Стефани хочет, чтобы я вернул ей собаку, и я это сделаю. Гасси, сказала она. Гасси, ты поможешь мне. Я должен оправдать ее доверие. Пока, Берти. Дживс, тебе понравился скетч? К сожалению, сэр, я пропустил эту часть концерта. Но я был на месте со своей клакой, когда мистер Пинкер исполнял охотничью песню. И как прошло? Сэр, я получил большее удовольствие, чем констебль Олдс, стоявший рядом со мной. Ему не понравилось? Нет, сэр. Когда мистер Пинкер закончил, он сказал, что больше не выдержит и отправляется домой. Ты знаешь, где живет Олдс? Да, сэр. Мы не успеем. Сейчас Олдс сидит на груди у Гасси и надевает на него наручники. Берти? Сиффи, что ты здесь делаешь? Ты же продюсер этого ужасного концерта. Кажется, он прошел успешно. Мне там больше нечего делать. Понимаю. Ты уговорила Гасси забрать собаку у констебля Олдса, и будешь сидеть здесь в надежде, что он это сделает. Так знай, дитя мое, Олдс уже дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходи, негодяй. Я знаю, кто ты. Иди сюда. Берти, помоги мне, пожалуйста. Берти. Я полагаю, что это наш маленький друг. А вот Бартоломью. Иди сюда, Бартоломью. Бартоломью. Пора уезжать, я полагаю. Дживс, у меня хватает мужества признавать свои ошибки. Очевидно, Гасси удалось. Боюсь, случилось худшее, сэр. Наверное, ты прав. Я бы не стал ставить на Гасси, как на спринтера. Стой! Берти! Я удивлен, Дживс. Я посоветовал бы вам быть повнимательнее к деталям. Мистер Финкнотл очень убедительно работает икроножными мышцами, сэр. Неужели? Может, на него стоило бы поставить? Ему удастся сделать это голопом. Конечно, сэр. Ну, все. Я поймал тебя с поличным. Да, конечно, но мы забыли, Дживс, что мистер Финкнотл болван. Констабль Олдс тоже не самый яркий ум, голос из старшины, но сообразил встать под дерево. Слезай вниз. Может быть, мне вмешаться, сэр? Вмешаться? Я жду. А, я тебя понял. Если у вас есть другое мнение, сэр. Слезай с дерева немедленно. Ты арестован. Я могу ждать здесь всю ночь, понял? Господи, Дживс. Я подумал, что это лучший способ избежать неприятностей, сэр. Думаю, спускаться теперь безопасно, сэр. Спасибо, Дживс. Да, мистер Беллинджер. Да. Я постараюсь, чтобы сэр Уоткин получил ваше сообщение как можно быстрее. До свидания, сэр. Берти, ты знаешь, что значит, когда пелена спадает с твоих глаз? Да, со мной это происходит постоянно. С моих глаз спала пелена. Знаешь, когда это случилось? Когда я сидел на дереве и смотрел на отца. И услышал, как он называет все это поимкой на месте преступления. Любовь умерла мгновенно. Чья любовь? Моя, осел. Стефан. Я по-прежнему ею восхищаюсь, но чувствую, что мне нужно что-то настоящее. Стефи хорошая девушка Гасси. Она идеально подходит для того, кто готов в одну секунду оказаться ради нее в камере одной из наших тюрем. Но совершенно очевидно, что тебе подходит Мэйдалин Баск. Я буду счастлив подарить тебе серебряный прибор, ну или что угодно другое, на свадьбу. Леди и джентльмены, произошло знаменательное событие. Мне только что сообщили, что моя рукопись, которую я считал пропавшей, попала к издателю. Не могу представить, почему так поздно, но все равно это надо отпраздновать. Спасибо. Берти! Я не понимаю. Я не могу понять. А я могу. Я прекрасно понимаю. Ты обманул меня. Нет, нет, я... Может, ты думаешь, я не сделаю того, что обещала? Сделаю. Ну, да. Наша помолвка расторгнута. Флоренс, старушка. Я считаю, что мне еще повезло. Пожалуй, она права, Берти. Тишина, пожалуйста. Посмотри. Я объявляю всем, что я и мисс Стефани Бинг намерены пожениться. Послушайте, прошу тишины. Свадьба состоится 3 сентября. Я протестую, сэр Откин. Пожалуйста. Вы все приглашены. Разве это не замечательно? Стинкер, разве это не замечательно? Джипс. Да, сэр. Посылку отправили в Лондон. Да, сэр. Ты послал ее? Да, сэр. Я сделал как лучше, сэр. Ты знаешь, что леди Флоренс восторгла помолвку? По моему мнению, сэр, простите, если это огорчит вас, вы и леди Флоренс не подходите друг к другу. Вы ее светлости властный и решительный характер. Совершенно противоположный вашему. Неужели? Я признателен тебе за твое мнение, но я ожидал услышать от тебя извинения и слова раскаяния. Это очень печально, Джипс. Я должен серьезно подумать о твоем будущем. Вы лохи или конюх? Надеюсь, от вас пахнет не алкоголем. Может быть, пьянство и допускается в некоторых домах, но услуги в этом доме не должны пить. Но, миледи... Я хочу, чтобы вы это прочли. Это принципы и цели теософического общества. Изучите их хорошенько. Спасибо, миледи. Да, леди Флоренс. Я подумал о твоем будущем, Джипс, и полагаю, оно будет таким же, как и твое ближайшее прошлое. Я должен извиниться, Джипс. Не стоит, сэр. Помнишь, я спрашивал, кого напоминает леди Флоренс? Конечно, сэр. Я понял, кого. Мою тетю Агату. Удачное сравнение, сэр. Я почти год работал у отца юной леди, лорда Орплсдона, и за это время успел хорошо изучить ее характер. Среди слуг ее звали леди Калибула, сэр. Финг Ноттл, ты ударил меня зонтиком. Ты, жалкий поклонник Тритонов. Я привяжу тебя. Похоже, в старинной Гасси бурная жизнь. Он привлекает внимание всех грубиянов. Но вернемся к рукописи, сэр. По-моему, леди Флоренс переоценила ее значение для людей, о которых сэр Откин упоминает в книге. Судя по моему опыту, уважаемые пожилые джентльмены вовсе не против того, чтобы их юношеские проделки придавали гласности. Берти Лустер, Хью Лаури, Дживс, Стивен Фрай. На русский язык фильм озвучен по заказу телеканала «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова